Дорогие мои, по горячим следам призыв или по-польски АПЛЬ, в данном случае АПЛЬ, пока мой кофе остывает. Есть два слова МУЩЕЧ по-польски и ПОДШИБОВАЧ. И есть студенты, которые НОТОРЫЧНЕ, постоянно, такое умное слово, НОТОРЫЧНЕ, МЫЛЁМ, ТЭ, два слова, потому что это синонимы МУЩЕЧ и ПОДШИБОВАЧ обозначают, что нам что-то нужно. У нас есть потребность, у нас есть вещь, вопрос, дело, которые нужно решить. Однако одно слово употребляется в одном контексте, а другое слово употребляется в другом контексте. Иногда можно их заменить, но чаще всего нет, и мы и чаще всего мы употребляем, заменяем их неправильно. Поэтому, что значит МУЩЕЧ? МУЩЕЧ – это, например, я должен МУЩЕМ ТОЗРОБИЧ, я должен это сделать. Или, здесь-то мы не перепутаем, потому что ПОДШИБОВАЧ, ну понятно, мне нужно, я нуждаюсь, да? Но вот в том-то и дело, что МНЕ НУЖНО по-польски чаще всего переводится как МУЩЕЧ. НУЖДАТЬСЯ и МНЕ НАДО что-то СДЕЛАТЬ. Давайте сделаем НЕ НУЖНО, а давайте заменим это слово НУЖНО на НАДО. Вот там, где НАДО, мне НАДО это СДЕЛАТЬ. МУЩЕ ТО ЗРОБИЧ. МУЩЕ ПУЮЩ ДО СКЛЕПУ, БО МЛЕКО СІ СКОНЧИЛО. МУЩЕ В НАСТЕМНОЙ, НЕ ЗНАЮ, СЕСІИ ДОСТАТЬ ЛЕПШЕ ОЦЕНЫ. В НАСТЕМНОМ СЕСІЮ СДАТЬ ЛЕПЕЙ. МУЩЕ НАУЧЫТЬСЯ ЯНЗЫКО ПОЛЬСКЕГО. Если же мы здесь скажем, можно сказать ПОТШЕБУЮ НАУЧЫЧИЙ ЯНЗЫК КОПОЛЬСКЕГО. Я НУЖДАЮСЬ. Как-то не того. ПОТШЕБУЮ, например, ПОТШЕБУЕМЫ ВЕНЦЕЙ ЕДЗЕНЯ. ПОТШЕБУЕМЫ ВЕНЦЕЙ ЦУКРУ. Опять же, нам нужно, нам надо, мы нуждаемся, мы как бы требуем этого больше, потому что у нас мало. Нам надо больше. Здесь, конечно, лучше так начитаться, так наслушаться, чтобы это понять. Однако, если мы уже как бы забросим себе вот это вот зерно сомнения, что есть разница между этими словами, я никогда в них не ошибаюсь. И даже у меня как бы, вот сегодня я осознала, что здесь может быть ошибка, здесь может быть проблема, и стараюсь в данный момент подумать, как бы ее решить. Вот так вот, адхок, да, вот, в отнесении к данному случаю. Я буду сегодня думать-думать, читать-читать, продумывать-продумывать, и в следующий раз вам, может быть, если придут еще какие-то мысли в голову, я вам еще что-нибудь дам. Итак, давайте сейчас я еще чуть-чуть подумаю. Итак, я должен, муше, чаще всего. Мне нужно пойти, в смысле, вот когда мне нужно куда-то пойти, мне надо что-то сделать, в том смысле, что я должен, так и так должен, вот у меня как бы такой план. У меня план, да-да-да, муши. Муши. Она муши зачать лепейще отживячь. Она муши зачать лепейще отживячь. Например, какая-то тетенька, которая плохо выглядит. Муши зачать лепейще отживячь. Лучше питаться, да. Он мушау бы... Давайте сослагать, наверное, с клонением, да. Он мушау бы пречитать пары ксенжек на тен темат, да. Он мушау бы пречитать пары ксенжек на тен темат. Здесь совершенно ему надо было бы, да. Но он не нуждается в этом чтении. А, например, у нас прям вот какой-то званый ужин. И не хватает у нас перепелок, да. Потребуемы венцей препиурек. Дзвонимы до доставцы и говоримы, Слухайте, мамы тут колации, таком важно. Потребуемы венцей препиурек. Гощи всеско зъедли. Тогда потребуем. Не мушимы. Ну, можно сказать, мушимы меч, да. Но мы тогда его ни о чем не просим. Это от нас зависит. А тут потребуемы здесь элемент вот этого прошения. Элемент того, что мы нуждаемся. Не то, что это план. Не то, что это мы должны сделать и все. А это нам не хватает и мы должны это восполнить. В следующий раз вот это упражнение, вернее, вот этот урок, вот этот видосик будет нужный. Он вам заслужит добрую службу. Только тогда, если вы возьмете сейчас книжечку, будете ее читать и будете так немножко обращать внимание, когда встретятся эти слова. Вот тогда это имеет смысл. Тогда это работает. Ну и до следующего раза. Поставьте мне лайк и все остальное, что только можно. Подпишитесь. Пока.